Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Иван Евсеев, Неделя спорта Переходим к баскетболу На этой неделе состоялся очередной матч в рамках Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Казань На паркете КАИ Алим встречались сборные Казанского федерального университета и сборная Казанского авиационного института Для сборной федерального университета сейчас каждая победа на вес золота Владислав Сергеев расскажет подробнее о победном шествии сборной КФУ к финалу четырех Ассоциаций студенческого баскетбола Спортивный комплекс КАИ Алимп вновь встретил в своих стенах представителей женских баскетбольных команд Противостояли уже давно знакомые друг другу сборные Казанского авиационного института и Казанского федерального университета Первая четверть Инициативой завладели федералы Не подпуская оппонента в кольцо они забросили 25 результативных очков Представительницам авиационного института ничего не оставалось, кроме того, как отбиваться от натиска соперников На их счету 9 очков и разбор полета во время перерыва Итог первой четверти 25-9 в пользу КФУ Разобрав ошибки и выработав верную стратегию игры сборная КАИ сумела поправить свое положение Они не давали себе слабину и провели вторую четверть федералами на равных На счету КФУ и КАИ под 14 очков Результат это не улучшило но игра стала по второй четверти более напряженной Итог 39-23 Третьей четверти накал не спадал Игра стала более жесткой На счету сборной Казанского федерального 5 нарушений, в то время как у КАИ всего 2 Наборное в четверти преимущество оборачивалось против КФУ Тем не менее им все же удалось выйти вперед по итогу 10 минутки Итог третьей четверти 16-13 Счет 55-36 Четвертая четверть для сборной КФУ стала самой результативной Окончательно сломив оборону КАИ КФУ обосновалась у кольца оппонента и забила 26 очков Сборная авиационного 13 Матч закончился со счетом 81-48 Победу держала сборная Казанского федерального университета Владислав Сергеев, неделя спорта У женской сборной по баскетболу Казанского федерального университета остается еще несколько матчей в рамках регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Казань Так, например, 16 декабря играем с Павловской академией спорта Начало матча в 19.00 А 21 декабря принимаем на своей площадке сборную из энергетического университета Начало матча тоже в 19.00 по московскому времени Приходи болеть за свою любимую команду Продолжаем мы на очереди Единая лига ВТБ На этот раз казанский Уникс принимал на своем паркете фаворита данного турнира московский ЦСКА Афиш уже говорит о том, что болельщиков ждал центральный матч Подробнее о столь масштабном событии расскажет Марина Вахуршева Игрой на пределе возможности называют встречу для баскетбольного клуба Уникс которая состояла 10 декабря в баскетхоле В родных стенах команда принимала сборную самого высокого уровня Европы ЦСКА На сегодняшний день Армейцы лидируя идут к своей заветной цели 9-й победе Единой лиги ВТБ Мы ставим такие цели победить во всех турнирах в которых участвуем В этом сезоне изменился формат Лиги ВТБ Я думаю, будет очень интересно Данная встреча была интересна противостоянием греческих наставников Димитриса Итудиса главного тренера ЦСКА и Димитриса Привтиса который руководит казанцами Нельзя не отметить то что обе команды не имели ни одного поражения в рамках Единой лиги ВТБ Счет в первых двух четвертях открыли игроки ЦСКА Хорошая оборона и слаженная игра нападающих быстро позволили спортсменам в первые 10 минутки вырваться вперед Но благодаря эффективным заменам во второй четверти основных игроков Уникса Антона Панкрашова и Морису Нбуре команде удалось сократить разрыв не дав сопернику создать солидного преимущества Итог второй четверти 41-45 в пользу ЦСКА ЦСКА лучшая команда Евролигии было глупо ожидать, наверное, другой игры поэтому игра была сложная и мне кажется, не совсем мы показали свой истинный потенциал Третья четверть игры оказалась не менее результативной Она была открыта трехочковым броском Джарама Смита, что не могло не порадовать болельщиков Уникса Но непобедимая ЦСКА вновь остается в лидерах с небольшим отрывом 55-61 Все решилось в заключительной 10 минутки Игроки ЦСКА поймали свою игру реализовав за небольшой промежуток времени трехочковые четыре раза подряд Было ясно, что отыграть Униксу 14 очков не под силу Игра завершилась со счета 75-88 Уникс терпит первое поражение в единой лиге ВТБ ЦСКА навязала нам свою игру, к которой мы оказались не готовы Это физическая игра, где много контакта И, скажем так, за счет этой защиты они размазали наше нападение И поэтому, наверное, не так зрелищно мы сыграли, как это обычно делаем Следующий домашний матч Уникс проведет 13 декабря против стамбульской дурашафаки в рамках Кубка Европы Марина Вахрушева, Роман Полинсков Неделя спорта Тема баскетбола не заканчиваем Уже завтра состоится товарищеский матч по баскетболу приуроченный ко дню рождения Казанского федерального университета На паркете Уникса встречаются сборные профессорского преподавательского состава и сборная студентов Казанского федерального университета Наш канал будет транслировать матч в прямом эфире так что включайся в 16 на 0 и поддерживай свою любимую команду Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась Неделя спорта Что будет дальше, посмотрим Меня зовут Роман Полинсков Вы смотрели программу Неделя спорта Еще увидимся Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова